К 1 ноября должна была быть завершена подготовка к осенне-зимнему сезону более 3000 нуждающихся в ремонте многоэтажных домов. В 131 объекте социальной сферы выполнится капитальный ремонт, а в 3000 объектах текущий. К работе должны были приступить уже давно, ведь в этом году, как прогнозируют синоптики, зима ожидается холодной с температурой воздуха на 2-5 градусов ниже, чем в предыдущие годы. Вопрос более чем актуален, тем более, что решение некоторых проблем явно затягивается. Шухрат Шакиров с материалом из Ташкента. Посмотрите на эти кучи отходов. Сломанные засохшие ветви деревьев рядом с 202-4 и 202-2 домами Махали имени Оли Махуджаева, 4-го сектора Шайхан-Тахурского района столицы. Прогнили и теплотрассы, беспорядки, ирригационная сеть. Бетонные орыки сломаны и просто засыпаны, потому дождевая вода выходит на дорогу. В открытом виде электропровода, а эти кадры засняты вокруг трансформатора. Вместо специальной изоляции – самодельные пластиковые покрытия. Надо же додуматься до такого. Не работают приборы освещения, а значит, в ночные часы улица топает во мраке. Практически такая же ситуация и в подвальном помещении 9-го дома Махалинского схода граждан Чорсу во 2-м секторе. Прогнили пропускающие воду трубы. Не лучше выглядит и электрическая часть. Все покрывается сыростью. В плачевном состоянии фасад 3-го дома Махали Джангох. Весь в дырах шифер на крыше. А дождевая вода наносит вред стенам, потолкам. По словам жителей, половину кровли покрыли новым шифером. Другая так и остается без изменений. А между деревьями во дворе протянули электрические кабели высокого напряжения в 380 вольт. А опорами послужили стволы деревьев. Неизолирована теплотрасса, проходящая между 3-м и 4-м домами. Засыпаны ирригационные сети. Протекает крыша 5-го дома. Доставляя немало хлопот, в частности, владельцам 44-й и 45-й квартир. Нет никакого резона ремонтировать их. Все повторяется вновь и вновь. Неизолированы электропровода, создающие определенную опасность. Нет освещения в подвале, который постепенно заполняется водой из протекающих старых труб. Полно отходов вокруг 51-го дома в Махалинском сходе гражданка Тачиланзор-1 во втором секторе Челанзарского района. Устарели и нуждаются в ремонте теплотрассы. Не лучше выглядит территория, прилегающая к 66-му, 67-му и 68-му домам Махалинка Тачиланзор-3. Скопившиеся отходы образовали заторы в арыках, которые в дождь вряд ли смогут свободно пропускать воду. Не до конца отремонтированы трубы холодной воды. И это возле детской площадки. Малыши, играя здесь, могут по неосторожности получить травму. Электропровода в подвездах 10-го дома Махали Халклар-Дустеге в третьем секторе напоминают паутину. Неисправна и отопительная система. Требуется ремонт теплотрассам 178-й общеобразовательной школы, которые в некоторых местах протекают. Неправильно установлены узлы. Устарели и оконные рамы. С задней стороны школы образовалась куча мусора. Превратили в так называемое место отдыха и при этом заполнили различными изделиями подвал второго дома Махали Гулистон в первом секторе, что не соответствует требованиям пожарной безопасности, беспорядке и электропровода. Лопнула труба, прилегающая по территории автостоянки, рядом с домом, и целый месяц зря расходуется горячая вода. Фонтаном бьет она и из лопнувшие трубы между 11 и 9 домами Махали Фидокор в четвертом секторе. А ведь здесь проходят люди. В неприглядном виде и детская площадка. В аварийном состоянии расположенная в Махале на Кошлик, второе общежитие, находящееся на балансе предприятия шахта Курлыш. И чтобы здание не рухнуло, оно укреплено железным поясом. Сказать, что это гарантирует безопасность проживающих здесь горожан, очень сложно. Несмотря на предыдущее изучение, к сожалению, ничего не сделано для решения этой проблемы. Ремонтируется квартира, в которой был пожар. По словам председателя Махали, живет здесь человек с психическими расстройствами. Кто он и где находится сейчас? Кто приводит в порядок его жилье? На эти вопросы никто не смог внятно ответить. Заполнен водой подвал 69-го дома в Махале Халклардустыге в третьем секторе. Что наносит серьезный вред основанию здания. Деятельность требующего ремонта Ташкентского транспортного профессионального колледжа на 760 мест Махале Екатут в четвертом секторе была остановлена в мае текущего года. И с тех пор здание пустует. Во дворе кто-то поджег мусор и опавшие листья деревьев. Огонь мог перегинуться куда угодно, потому в процессе изучения вызвали пожарников и опасность была устранена. Республиканская рабочая группа продолжает свое изучение в столице.